Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. Местом разработки нервно-паралитического вещества, примененного в Солсбери, была военная исследовательская база в закрытом городе Шихан из Саратовской области. Об этом сообщает газета Times. Со ссылкой на экспертов издание утверждает, что в течение последних десятилетий там проводились испытания новичка для совершения покушений за рубежом. По мнению журналистов, именно эти сведения прозвучали на брифинге в британском посольстве в конце марта. Он проводился для того, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. После этого западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов. МИД России неоднократно высказывал предположение, что яд был произведен в какой-то другой стране. Лондон не сомневается в виновности России в деле Скрипаля, а фраза «очень вероятно» была использована только потому, что выносить окончательные обвинения может только суд. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН. Карен Пирс сообщила, что в расследовании покушения задействованы более 250 специалистов, просмотрено 5000 часов записи камер наблюдения и допрошено около 500 свидетелей. Представитель США выразила поддержку Лондону. По словам Ники Хейли, нельзя допустить, чтобы использование химического оружия стало нормой. По мнению представителя России, происхождение яда не подтверждено. Василий Небензи заявил, что власти Британии играют с огнем и пожалеют об этом. Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания. Она не случайна. Основная цель, понятно, дискредитировать или даже делегитимизировать Россию. Среди нас есть одна страна, Россия, которая легко и просто играет с нашей коллективной безопасностью и международными институтами, которые нас защищают. Именно это побуждает людей обвинять Россию и предпринимать шаги против нее. Эти действия направлены не против дружбы с российским народом или отсутствия уважения к России как к стране. Мы не можем игнорировать то, как Россия пытается подорвать деятельность международных институтов, которые сохранили нас в безопасности после окончания Второй мировой войны. Тем временем посольство России получило срочную ноту британского МИД о состоянии Юлии Скрипаль. Об этом говорится на сайте посольства. Накануне британская полиция опубликовала первое заявление пострадавшей. Скрипаль сообщила, что пришла в себя неделю назад и идет на поправку, а также попросила уважать ее частную жизнь. Сейчас срочная новость. Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Телеграм. Источники Интерфакса сообщают, что причиной стало непредоставление ключей шифрования по запросу ФСБ. Подробности в следующем выпуске новостей. Власти США объявят о новых санкциях против российских бизнесменов уже сегодня. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание уточняет, что это станет ответом на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы. По данным журналистов, под санкции попадут российские олигархи и коррумпированные политики, близкие к президенту Владимиру Путину. По информации агентства Bloomberg, меры затронут от 6 до 10 человек. Ранее Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский доклад» – список из 210 человек, которые близки к российской власти. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что олигархов в России нет. Депутаты Госдумы попросили поддержать выдвижение бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева в спикеры областного парламента. 8 человек написали обращение к нынешнему руководителю региона Сергею Цивилеву. Фотографию послания опубликовал в Facebook один из подписантов. Вот цитата. «Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет». На днях Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области. Он ушел с поста губернатора, который занимал 21 год после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тулеев тогда утверждал, что не может занимать пост губернатора из-за невыносимого морального груза. Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы. Пак Кэнхе признали виновной в коррупционных преступлениях. Кроме того, ей назначен штраф почти в 17 миллионов долларов. Суд в Сеуле поддержал 16 из 18 пунктов обвинения, в их числе разглашение государственной тайны, вымогательство и получение взяток, а также злоупотребление властью. Пак Кэнхе бойкотировала заседание, все обвинения она отрицает. В феврале подругу бывшего президента Чхве Сун Силь приговорили к 20 годам лишения свободы. Следствие считает, что она вмешивалась в государственные дела и вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Продолжение следует...